Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие родители и юных знатоков православной культуры, отрадно, что отныне и вы стали участниками конкурса «Зерно истины». Пусть ваш пример станет назидательным для нашего подрастающего поколения. И сами вы получите пользу для своих душ, ибо кто сотворит и научит, тот великим наречится в Царстве Небесном. Бог вам помощь! Уважаемые телезрители, добрый день! Команда знатоков православной культуры телевизионного клуба «Зерно истины» из родительской лиги города Симферополя, благочение номер один, будет сегодня отвечать на семь ваших вопросов, которые вы направили к нам, и которые прошли своеобразный конкурс редакторов нашего проекта. В составе команды Мария Сергеевна Пак, Лариса Анатольевна Каганец, Оксана Павловна Федорова, Александр Викторович Чеботарев, Александра Викторовна Боголюбова, Елена Васильевна Касьяненко, и капитан команды Алексей Георгиевич Варенко. Счет 0-0. Первый вопрос для своей команды выберет Марина Сергеевна Пак. Вопрос номер 6. Это выносной вопрос. Встречаем. Автор этого вопроса Вадим Калашников из Москвы. Уважаемые знатоки, перед вами православный деревянный храм святителя Иннокентия. И он в своем роде уникален. Небольшой по размеру, имеет много прихожан из разных областей России. Храму служат четверо. Священник-отец Геннадий, панамарь, псаломщик и еще один человек, профессию которого вам будет нужно назвать. Конечно, вы это сделаете, если возьмете во внимание необычность этого храма. На воде стоит. Время. На воде стоит. Значит, обслуживание храма, чтобы сырости в него. Или кормщик, или бывший моряк, капитан. Лодочник. То есть, кто... Лодочник этот, лодочник. Нет, лодочник, там же явно у него... Ну, прихожане, вероятно, на лодку, когда подочек забираются. Паромщик, паромщик. Возможно, паромщик. Или который на причале стоит и их ловит. Завязывает канат. У него машина есть, судовая. Может, машинист там должен быть? Его же тоже не перечислили. Он не двигается. Храм двигается? Скорее всего, не двигается. По воде. Так-то он и вроде не стоит у берега. А за этой что, там лис? Он не барже, как будто бы. В любом случае, его должны обслуживать человек, который знает, как обслуживать. Это должен быть универсал, который знает, в принципе, все, что были предварительные страны и профессии. Кормщик, да. Кто таким может быть? Или судовой механик. Судовой механик, да. Человек увязан с перевозкой, наверное, пассажиров, может быть, с морскими перевозками или с личными перевозками. Итак, ваше время истекло, уважаемые сантакие. Кто ответит на этот вопрос? Отвечаю я, Алексей. Судя по тому, что храм выполнен в виде плавающего судна, соответственно, должен при службе помогать еще человек, который связан с судами или с управлением ими. Или кормчий, или судовой механик. Ну, или капитан. Капитан говорит. Он же капитан за мной тоже. Храм находится на барже, которая буксируется по Волгий Дону. И правильный ответ. Можно назвать его кормчем, а можно капитаном буксира. 1-0 в вашу пользу. Наша команда. Ника Лес. Наш девиз. Врагов не знать, преград не мерить, любить, надеяться и верить. 2-й вопрос для своей дружной команды «Николекс» выбирает Лариса Анатольевна Каганец. Вопрос номер 12. Лариса Анатольевна, когда-нибудь доводилось вам слышать о таком историке, как Иосиф Флавий? Нет. Он жил в I веке по Рождеству Христову. Так вот, в XVIII книге иудейских древностей, написанной в I веке по Рождеству Христову на греческом языке знаменитым иудейским историком Иосифом Флавием, говорится о высокомерном отношении некоего лица к святыням иудеев. В то же время его имя, то есть имя этого лица, является одним из трёх имён, которое упоминается в известной церковной молитве. В этой молитве упоминается имя Спасителя, Пресвятой Девы Марии и этого лица. О ком идёт речь? Время! А ну-ка, вы. Серьёзно. Может, и осенью? Так, так. Спаситель Дева Мария III. Какая Мария III? Вопрос. Ну, это путешествующих. Путешествующих, да. Ну, а как он в тот третий лиц, который высокомерно относился к иудейским святыням? Первый век. Тем более, что это... Тем более, что... Да, Иисус Лавин. Не было. А может быть, родители... Он не мог ли ей высокомерно относиться? Он там не мог? И Аким, и Анна. Нет. Молитвия. Один человек. Молитвия. Молитвия путешествующих. Ну, там же шею. Подождите, одно из трёх имён. Или то вея. Высокомерно относиться... Еще есть то вея. Высокомерно относиться к... Высокомерно относиться к... Это может, это символ веры? Да. Может, символ веры, тогда это Понтий Пилат. Если речь идёт о символ веры. А что, молитвия? Он высокомерно мог относиться к... Но там в Богородице не воспоминалось. Может быть, упоминается... Кто отвечает? Ну, символ веры упоминается Понтий Пилат. У кого правильный ответ? Ну, я... У Александра. Уважаемые знатоки, уважаемый капитан. Еще раз повторить. Алексей Георгиевич Варенко. Будет ли ответ на этот вопрос? Ответ будет. Только большая просьба повторить вопрос. Иосиф Флавий упоминает о высокомерном отношении некого лица к святыням иудеев. В то же время его имя является одним из трёх имён, кроме Иисуса Христа и Престой Девы Марии, который упоминается в известной церковной молитве. Кто это? Отвечает Александр Викторович. Так, уважаемые ведущие, значит, рискнём такой ответ. Значит, первый век нашей эры, иудей, римский историк Иосиф Флавий, который оставил много свидетельств как раз-таки в истории о периоде и описании правления, такого прокуратора по имени Понти Пилат. И с учётом того, что это был римский гражданин и прокуратор иудеи, он вполне мог свысока относиться к святыням иудеев. А упоминание о нём идёт в утреннем правиле, в символе веры, как единственным, нам кажется, человеком, который мог бы свысока относиться к святыням иудеев. Ну, свысока относиться к святыням иудеев могло быть гораздо больше людей, но упоминание в символе веры только о Понти Пилате. 2-0 в вашу пользу. Оксана Павловна Фёдорова, выбирайте третий вопрос для своей команды. Вопрос номер одиннадцать. Один за всех и все за одного. Это означает что? Что кто-то один должен остаться сейчас за конкурсным столом. А пока вы решаете, кто будет этим героем, я выйду к вам. За конкурсным столом остаётся Александр Викторович. Итак, выбираем три вопроса. Ну, по очереди, не сразу, если можно. Хотите, сами прочитайте. Как лучше? Ну, спасибо за доверие. Каким словом в Священном Писании обозначается специально созданное возвышение для принесения на нём жертв Всевышнему Богу, ныне представляющая собой особую часть храма? Алтарь. Вы хотите досрочно ответить? Да. Я хочу сказать, что тут не будет досрочных, то есть дополнительных баллов и так далее. Итак, алтарь. Алтарь. Точно? Да. И вы это правильно. Команда, поддержим. Как называется возвышенная часть пола перед иконостасом? Возвышенная часть пола, ну, храма, церковного пола перед иконостасом. Бронная плеча. Пожалуйста. Тем более, что время истекло. Да. Возвышенная часть пола, ну, вообще возвышенная часть пола называется салея, а середина перед иконостасом называется амбон. Не спешите, это другой вопрос. Амбон. Итак, так амбон или салия? Амбон перед иконостасом. Возвышенная часть пола перед иконостасом. Амбон или салия? Это середина салии. Амбон. Ну, я не спрашивал середину салии. Амбон. Я вообще про салию ничего не говорил. Ну, возвышенная часть пола. Про возвышенную часть пола перед иконостасом. Ну, да. И эта часть называется... Амбон. К сожалению, ответ неверный. Эта часть называется салия. А вот про амбон был следующий вопрос. Ну, вы немножко поторопились. Ну, я же вам сказал, что салия, а с середины амбон. Перед иконостасом получается амбон. А салия уходит за иконостасом. А про возвышенную часть пола перед иконостасом. Перед иконостасом. Она большая, длинная, называется салия. Совет Старейшин, вам слово. Сегодня у нас в Совете Старейшин, напомню, проторей Алексей Остапов, Вера Витальевна Жадан и выпускник Санкт-Петербургской Академии Александра Александрович Волчев. Ну, уважаемый ведущий, Совет Старейшин ходатайствует перед вами, чтобы ответ представителя команды был засчитан вами. Он, в принципе, понимает, что такое салия, что такое амбон. Немножко нервы взяли вверх, и поэтому у нас получилось то, что получилось. Поэтому, ну, все-таки просим вас засчитать его ответ как верный. Ну, что же, берем следующий вопрос. Берем. Ну, только прошу вас, не говорите лишнего. В книге притчей написано «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». А какая известная русская пословица говорит примерно то же самое. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Ну, есть такая пословица «Человек располагает, а Бог определяет». Ну, иногда говорят, человек предполагает, а Бог располагает. И это правильно. А перед тем, как посмотреть на монитор и огласить счет, я хотел бы сказать, посмотрите, как мудро поступал наш народ, как глубоко традиции духовности, традиции православной культуры, веры Христовой возникли в быт нашего русского народа. И мы иногда говорим, произносим что-то, анализируем нечто и даже не замечаем, что вокруг нас наша родная традиционная православная культура, наши заповеди евангельские, заповеди блаженств. И мы унаследовали это в течение тысячелетий. Что нам теперь искать? Какие-то новые идеи национальные, какие-то новые пути оригинальные, в отличие от европейской интеграции и так далее. У нас все есть. И это все помогло нам в течение тысячи лет выстоять и выдержать, как государство отразить нападение всех врагов, и внешних, и внутренних. Одним словом, счет становится 3-0. Желаю вам правильных ответов и на последующие вопросы не только в этой игре, а самое главное вопросов, которые задает нам наша жизнь. И сейчас я с большой радостью предлагаю вам чуть-чуть отдохнуть во время музыкальной перемены. Для вас поет Вика Чернова. С добрым утром. Художественный руководитель Юлия Миленина. Где восток? На заре цветет добрый маг. На земле живет солнце он. Каждый день зовет, что пришло. Утро озарит. Ярче все кругом день парит. В небе голубом, чтобы мир озарил каждый дом. С добрым утром. Новое солнце, море и земля. Если каждый проснется, веря и любя. Конечно, будет доброе утро. Миллионы летей. С добрым утром. Новый день. Побегут, в небе облака понесут. Утро на руках и растут. К небу этажи и леса. К солнцу корабли. Уплывут в моря поезда. Унесет заря. Пробудись, проживи. День не зря. А с добрым утром. Новое солнце, море и земля. Если каждый проснется, веря и любя. Конечно, будет доброе утро. Миллионы летей. С добрым утром. Новый день. Подрастут дети и цветы так цветут. За окном сады и найдут. Радугу, цвета, ослаба. Но ты. Закружит. Полетит земля, чтоб нашлись. В мире ты и я этот миг пропустить нам нельзя. С добрым утром. Новое солнце, море и земля. Если каждый проснется, веря и любя. Конечно, будет доброе утро. Миллионы летей. С добрым утром. Новый день. Конечно, будет доброе утро. Миллионы летей. С добрым утром. Новый. С добрым утром. Новый. С добрым утром. Новый день. Напоминаю, счет пока 3-0. В пользу знатоков православной культуры города Симферополя. И четвертый вопрос для своей команды выберет Александр Викторович Чеботарев. Вопрос номер 5. Это большой христианский праздник. Много традиций и обычаев существовало в этот день. В храмах проводились и проводятся торжественные богослужения. Звучат песнопения в честь Богородицы. Особое значение праздника видно и в том, что всем в этот день разрешается вкушать рыбу и употреблять растительное масло. О каком празднике идет речь? Благовещение. 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 Уважаемый ведущий, просим досрочный ответ. И у вас есть такая возможность? Отвечаю. Отвечаю я. Речь идет о празднике Благовещения и Пресвятой Богородицы. 4-0. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что на ваших экранах вновь появилась турнирная таблица, из которой явствует, что две команды из Симферопольской Таврической школы гимназии номер 20 имени Светителя Луки и команда Бахчисарая являются пока у нас лидерами. Они выиграли у телезрителей со счетом 6-1. Очень скоро мы узнаем, удастся ли команды Симферопольского первого благочиния достичь этого результата, а может быть и превзойти его. Пятый вопрос для своей команды выберет сейчас Александра Викторовна Боголюбова. Вопрос номер 3. Юрий Гиржа записал свой вопрос на видеокамеру и прислал его к нам. Внимание на экран. Это телевопрос. Здравствуйте, меня зовут Юрий Гиржа, я из Симферополя. Внимание, вопрос. Посему церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с ней? Посему свидетельствует об отпадении его от церкви вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины. О ком идет речь в определении Синода 24 февраля 1901 года? Уважаемые снаджаки, у вас минуты на размышления. Уважаемые ведущие, у нас есть ответ. Вот даже как. Пожалуйста. Отвечает Александр Викторович. Речь идет о постановлении Синода, которое касалось писателя Льва Николаевича Толстого. Внимание на экран. Внимание, ответ. О Льве Николаевиче Толстом. 5-0 в вашу пользу. Шестой вопрос для своей команды. Выбирайте Елена Васильевна Касьяненко. Вопрос номер 4. Елена Васильевна, приходится ли вам отправлять или получать какие-то СМС-сообщения? Конечно. А вспомните ли вы случаи в своей жизни, когда вам довелось получить или отправить сверхважное сообщение в вашей жизни? Ну, что-то такое вот особо запоминающееся. Даже не припомню. Ну и слава Богу. Значит, все важные сообщения вам приходят не в виде СМС, а в виде живого общения. Человеческого общения. Совершенно верно. В виде человеческого общения. Внимание, вопрос. 3 декабря 1992 года. Так называемый отец СМС-ки, английский инженер Нил Папворд, послал своему коллеге первое в мире СМС с двумя словами. Через одну минуту прочитайте его. Время. Может, слава Богу, свершилось. Но только на английском. На английском как? Это же английский. Немецкий учился. Английский. Спасибо, Господи. God save me. 92-й год, что было? 3 декабря. 92-й год, что было? Какое слово? Ассоциация. Может, Рождество? Рождество. 83-й декабря. 25-й у них Рождество патолическое. Нет, нет, нет. Ну, 4 декабря, может быть, СМС-ка. 4 декабря введение Богородицы. Запоздавшие? 4 декабря. Запоздавшие СМС? Ну, это важная СМС. Запоздавшие? Это важная? Это должна быть важная СМС. Важная. И какого-то срешенного события. Что случилось в этот день? Вот, правильно. Что случилось в этот день? 3 декабря 92-го года. Вспоминаю. Важная СМС. 92-й год. 92-й год. Берите, скажите, что было еще. Уважаемый ведущий, просим наш бонус в виде минуты. Дополнительную минуту на размышлениях. Время пошло. А почему запоздавые? Почему и Мориклисмас у нас у них? А когда у них? 25 декабря. 25 декабря Мориклисмас. У них 25 декабря. А, у нас наоборот не заслаждали. А что пред декабрю? Если это важное. Это важное, да. Поздравления не настолько важные. Нет, может быть, вот они радуются. Ну, это же первое было СМС. Первое. Проверка связи, может быть, какая-то. Нет, нет, нет. В ноябре. В ноябре. В декабре. Это декабрь. Декабрь. 19 декабря, Николай. 19 декабря. Господи. Ну, в ноябре, это выше праздника, вот только, ну, Архангел Михаил. Если бы больше ничего. Декабрь. Архангел Михаил. 3 декабря. А кому послал? Никому не послал. Так, говорим, что слава с головой. С общением. Ну, то есть. Кто отвечает? Итак, мы слушаем ваш ответ, поскольку вторая дополнительная минута истекла. Алексей Георгиевич Варенко, капитан команды, не будет ответа на этот вопрос? Ответ будет, отвечает Лариса Анатольевна. Но мы только просим ответ не посылать нам в виде СМС, а озвучить его в эфире. Наша команда посовещалась и пришла к мысли, что это послание было слава Богу. А какие подсказки вдохновили вас на это умозаключение? У нас еще было одно мысль, что это Merry Christmas, что это с Рождеством. Ну, и вы понимаете, что у нас есть очень четкие правила, ответ должен быть однозначным, либо-либо. Берем Merry Christmas. Мы еще раз посовещались. Нет, вы уж никаких совещаний не проводите. Сейчас ответственность только на вас. Я пришла. Если вы скажете неверно, то это будет ваша ответственность. Хорошо. Вы берете на себя полноту ответственности за принятое решение? Да, мы думаем, что это Merry Christmas. Транслейт, пожалуйста. С Рождеством. Я понимаю, что Лариса Анатольевна преподаватель английского языка, как я помню. С Рождеством. В переводе на русский. Merry Christmas. Счастливого Рождества. Ну, в переводе, как у нас говорят, с Рождеством Христовым. Это окончательная версия. Да. 6-0. 7-й вопрос выбирать не станем, поскольку это вопрос на заданную тему, которую сейчас продемонстрирует вам, ваши коллеги, сборная команда родителей из города Бахчисарая. Внимание на сценическую площадку. Доча, дорогая, попрошу тебя, мать твоя больная, Уже целых два дня. Что-то расхворалось. Нету сил копать. А ведь завтра я уже собралась огород сажать. Тут и дел немножко. Вскопан огород, и в мешках картошка прорастая ждет. Сколько того мая? Выдался момент, думала, сама я посажу. А нет. Лето наступает, доча, и конец весны. Ты пришла, родная, помогла бы мне. Мама, так и знала про твою я хворь. Я ж тебе говорила. И со мной не спорь. Что тебе огороды, пашни и сады? Да не в твои же годы такие труды. Тебе оно надо? Ямки рыть в земле. Ладно. Ладно. Буду завтра. Помогу тебе. Ой, где ж не время, мама, на картошку взять? На работе рано, твой любимый зять. Внучке твоей в школе выпускной грядет. В этой вот текучке жизнь моя идет. В колесе, как белка, кружит твоя дочь. Рада бы. Да некогда. Не смогу помочь. Ой, забыла. Мама, вот склероз напасть. Я ж прическу завтра делать собралась. Запись на услуге. Полдня сидеть. Вечером к подруге. Надо ж вид иметь. Локон на вкручение. И ногти покрас. К маме не получится. Теперь в другой уж раз. Ой, ты мама милая. Мамочка моя. Столько время минуло. Не видела тебя. Бедная. Измучилась. Ведь одна живешь. Может, ты соскучилась. В гости так зовешь. Завтра буду, мама, чтобы обнять тебя. Обойдутся как-то. День тут. Без меня. Здравствуй, моя милая. Рада, что пришла. Как тебя увидела, сразу ожила. А ведь я подумала, что и не придешь. Сразу легче стало. Но волнуюсь, Сёж. Не твоей сестрицы. А обещала быть. Может, что случилось? Может, позвонить? Наш вопрос совсем уж прост. Каждый его понял. Просьбу мамы. Кто всерьез? Из двух дочек исполнил. Уважаемые знатоки православной культуры. Конечно, вы знаете, кому из двух дочерей мама будет благодарна. А наш вопрос следующий. Какой сюжет евангельской притчи мы вам представили в своей сценке? Итак, уважаемые знатоки, что же это было? Одна минута на размышления. Время пошло. Что? Он вызвал, он пошел. Что? Он сказал, не пойдет, он пошел. Да. Нет, не она. Мне кажется, здесь, от этой притчи, там, где кто больше возлюбил Бога, кому простил. Да, кому больше простил. Вот было два должника, да? Да, 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 да. Может, про винограда сохранить? Нет, нет. А, мне кажется, это не то. А что бы имена? Там того, где имена, что был должен один раб и второй раб. Один, это самое, сказал, не пойду. Пойду и не пошел, а второй сказал, не пойду, а потом пошел. Вот, как это называется? Это притчи. Как это называется? Притчи о блудном сыне? Нет, нет. Ну, о виноградарях. Нет, это не о виноградарях, это именно о сыновьях, когда отец послал. Расскажите, Марина. Марина, он сказал, я пойду, но не пришел. А другой сказал, я не пойду, и пришел все-таки. Да. А как притчи называется? А как притчи мне называется? Уважаемые ведущие, у нас там есть еще, да, одна минутка? А у вас есть еще дополнительная минута на обсуждение? Спасибо. Теперь осталось вспомнить, как это называется. Как притчи-притчи. Сюжет вспомнили? Я эту притчу помню саму, как сюжет, но я не помню, как она называется. Я не помню. Марина, давайте, вы отвечайте. Притчи? Да. Просто сюжет в двух словах расскажите. Может, вспомнится, по сути. Сюжет, который двух своих сыновей посылал виноградник. Да, вы же ее знаете. Просто сюжет пересказать и все. Ну, висит виноградник, потому что виноградник. Нет. Нет, ну, как вы знаете, они убивали... Нет, нет, да, то не тот. А вот то, что Марина говорит, это правильно. Просто тогда можно пересказать ее и все. Сформулируем, как пересказать. А как она называется? Что может быть? Вот какое название? В основу этой сценки положена притча, сюжет которой следующий. Да, 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 правильно. А текст просил. Уважаемые знатоки, вот и стекла, и вторая дополнительная минута. Так, будет ли ответ на этот инсценированный вопрос? На эту замечательную инсценированную сценочку у нас есть ответ. Отвечает Ирина. Ну, мы считаем, командное решение было такое, что мы считаем, что в основу этой сценки положена притча евангельская о том, что отец призвал двух сыновей, один согласился и не пошел, а второй отказался, а потом пошел. Как называется эта притча, мы, честно говоря, запамятовали. Ну что же, ваша версия, ответы ясна. А теперь мы попросим сборную команду родителей знатоков православной культуры из города Бахчисарай и Бахчисарайского района сказать, что же они показывали на самом деле. Уважаемые знатоки, благодарим вас за ваш ответ, он был абсолютно правильным. Это притча из Евангелия от Матфея, глава 21, стих 28-32 о двух сыновьях, призванных в виноградник. И счет таким образом становится 7-0. Уважаемые телезрители, сегодня была завершающая игра из Лиги родительских команд знатоков православной культуры «Зерно истины». И, как видите, из турнированной таблицы явствует, что у нас есть бесспорный победитель. Это команда Алексея Георгиевича Варинки, команда из Симферополя первого благочиния. Они победили в своей Лиге, Лиге родителей знатоков православной культуры, с чем мы их и поздравляем. Драгов не знать, преград не мерить, любить, надеяться и верить. Чего я желаю и всем вам, любви, надежды и веры, а также, уважаемые телезрители, прошу не забывать, что мы, как всегда, будем с нетерпением ждать ваших новых вопросов, ваших новых писем. Пишите нам по адресу Республика Крым, город Сифероболь, почтовый индекс 295-011, улица Героев Аджамушкая 9-11, редакция конкурса «Зерно истины». Также сейчас на экране перед вами появился наш адрес в интернете – www.snotoki.artox.ru Здесь вы сможете познакомиться не только с 10-летней историей нашего телепроекта конкурса «Зерно истины», но и узнать, каким образом лучше всего написать такие вопросы, чтобы они все-таки попали на телеэкран, и как подготовиться к своей команде для участия в конкурсе районном, городском, но и, может быть, даже телевизионном и международном. А на сегодня у нас еще есть небольшой музыкальный сюрприз. Маленькая, но очень веселая музыкальная перемена. Для вас поет Юлия Жулида. Песня называется «Гуляю я». Меня матушка любила, огородом наделила, гуляю я, эх, гуляю я. Меня матушка любила, огородом наделила, гуляю я, эх, гуляю я. Не взяла я огорода, я совсем другого рода, гуляю я, эх, гуляю я. Не взяла я огорода, я совсем другого рода, гуляю я, эх, гуляю я. Огцы волка заглядают, куры коту подведают, гуляю я, эх, гуляю я. Пока тесто я месила, свинья двери прокусила, гуляю я, эх, гуляю я. Пока тесто я месила, свинья двери прокусила, гуляю я, эх, гуляю я. Не ругайте, я красивая, красиво, да лениво, гуляю я, эх, гуляю я. АПЛОДИСМЕНТЫ